Перед открытием съезда ведущие производители автотранспорта представили свои новые разработки. Современные автобусы отвечают всем техническим требованиям. Особое внимание производители уделяют комфорту пассажиров. В салоне пригородных автобусов, кроме комфортабельных кресел, установлены туалет и даже холодильник. И это не единственный приятный момент для пассажиров. В данном автобусе есть система клининг, для того, чтобы было бы удобно заходить в автобус. Традиционно открытие съезда Российского автотранспортного союза прошло в гостиничном комплексе «Жемчужина». На мероприятии собрались представители транспортных компаний со всей страны. Им есть что обсудить. В отрасли перевозок за последнее время произошло много изменений. Завтра конференция по очень важным таким вопросам. Это и всевозможные обременения, которые сегодня на перевозчиков накладываются. Это холографы, система ГЛОНАСС, страхование, переоборудование на газовое топливо. После осмотра современных автобусов участники и гости съезда обсудили насущные проблемы у отрасли пассажирских и грузоперевозок. Рассмотрели вопрос о вступлении в антикоррупционную хартию российского бизнеса. На съезде выступил заместитель министра транспорта Российской Федерации Николай Асаул, который рассказал о развитии транспортной системы в Сочи. Здесь сосредоточены небывалые государственные и частные ресурсы, небывалый размах инвестиций, полностью поменяла облик транспортная инфраструктура. Здесь впервые в России будет реализована система мультимодального транспортного обслуживания. Десятый съезд Всероссийского автотранспортного союза будет проходить в Сочи с 25 по 27 июня. Впереди его членов ожидает насыщенная программа, выставки, конференции и экскурсия по олимпийским объектам. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова